здравствуйте дорогие друзья любители квестов адвенчур мы с вами продолжаем играть в игру черное зеркало 3 продолжаем болеть за эдриана или дэрона в его неравной и нелегкой борьбе со всякими злыми силами воплощением зла видим мордреда загрузимся что ж мы в прошлый раз с вами остановились на том что обнаружили вот в этой колонне в библиотеке какое-то потайное отверстие которое открывает явно с помощью ключа какой-то ход но ничего не работает без каких-то камней специальной формы которые хранятся в полицейском участке также у нас появилась возможность в прошлый раз переключаться между двумя персонажами между эдрианом и мисс валентиной до валентина из ватикана ну что ж вперед бежим ну точнее нехотя идем к инспектору спунеру ух ничего себе какой тут дождь льет ребят да вот в таком вот вечернем освещении с таким дождем причем тут анимация кое-где прорисовано так как будто вот вода стекает крышу правда на мой взгляд немножко неестественно быстро но вот выглядит реально круто вот сюда через водосток в бочку он течет с такими брызгами вокруг классно классно выглядит внушительно очень хорошо для квеста прям просто шикарно мне кажется прорисовано немцы разработчики 2 3 части немцы молодцы конечно вот прорисовывают все мельчайшие детали мельчайшие подробности за это им огромный плюс давайте посмотрим как интересно площадь выглядит в таком виде странно никогда прежде здесь не было так тихо ну еще бы только шум дождя все жители попрятались по домам еще бы такой проливной ливень только мы можем ходить под ним несмотря ни на что но площадь тоже выглядит неплохо но мне вот показалось что с другой стороны где мы только что были как-то все выглядит ножку более более убедительно кстати интересно можно ли это гадалки позвонить а то я как-то подзабил на это дело давайте ради интереса попробуем телефонная будка заперта здесь так много говорят по телефону ночью или что не про канал и не про канала ну ладно давайте скорее прятаться хотя бы в полицейском участке от дождя хоть это и не самое гостеприимное место эдриан а наш друг инспектор все кончено дело закрыто мне удалось убедить судью с помощью письма анжелины это хорошая новость гораздо больше ну и могу ли я что-нибудь сделать для тебя ну кое-что есть кое-что есть теперь когда дело решено улики больше нам не потребуется так теоретически нет значит не будет проблем если я заберу браслет обратно вы же знаете что это семейная реликвия и я позабочусь об этом спасибо за заг всегда выполняет приказы после очередного всегда пожалуйста спасибо так о чем еще мы сможем с ним поговорить перевод что его все-таки повышают благодаря нам помогли моему тепленькое местечко заработать да побыстрее бы он свалил отсюда хотя с другой стороны с ним мы хотя бы начали уладить пришлют же тоже неизвестно кого за место него а что там с вашим переводом приказ лежит на столе моего шефа насколько я знаю оставит меня здесь барахтаться еще довольно долго но рано или поздно это произойдет до свидания хорошо милорд из его уст это звучит конечно вдвойне смешно что возвращаемся в замок давайте нам переместимся ко входу с помощью карты пошарим в почтовом ящики вот сюда к воротам перед замком ухо льет то ухо льет то как же даррен без зонтик то ходит под таким потоком воды плотным очки что это за очки солнцезащитные очки я уверен что это эдвард мне бы сейчас очень не помешал зонтик да кстати по моему у него был зонтик куда же делся эдвард тоже хороший вопрос давненько я его не видел а теперь ребят знаете давайте куда отправимся отправимся мы сейчас с вами в сторону хижины в которой мы оказались запертыми в лесу ночью помните когда спасались от этих волков которые нам нарисовала наше воображение эти дьявольские псы или кто там еще те конечно далеко не лучшее место для прогулки тут лес ночью да еще в такой дождь с молниями и грозой выглядит настолько зловеще что мне не по себе кто-то выломал дверь она же была заперта кто-то выбил дверь похоже топором так нет что-то не очень мне хочется туда заглядывать твою мать выглядит так как будто здесь полувал том проклятый ублюдок что он что он сотворил есть вещи которые лучше никому не видеть я лучше исчезну отсюда так что там за ужасы конец расчлененка что ли или что ребят ладно тогда наверно идем в сторону замка потом к инспектору надо ему рассказать об этом чтобы там не было видимо там что-то настолько ужасное что даже в этой игре нам решили не показывать всего да однако слава слава солнцу а завтра будет дождь черт после завтра снег пойдет и я буду здоров подождите кто там причитает эту песенку ральф это ты ральф я только играл с ним ральф что случилось я слышу голоса мертвых или это действительно ральф я никого не вижу здесь и активных точек никого нет и вроде в свете молнии тоже никто не проглядывается ох да похоже нашему герою пора пора бы отдохнуть хотя к сожалению это нам некогда делать потому что иначе мордород победит а мы этого допустить уж никак не можем инспектор спунер юб что это за приветствие такое фамильярное к нам можно обращаться только мой лорд милорд сэр и никак иначе есть какие-нибудь новости о томе ничего этот ублюдок как сквозь землю провалился даже бобби его не видел если я кое-что расскажу это поможет вам быстрее найти его что за вопрос разумеется все пошло бы намного быстрее даже приблизительно ничего нет когда дождь прекратится я посоветовал бы вам осмотреть хижину неподалеку от прихода уормхилл более тщательно вы думаете что нашли его укрытия эй если вам надоест ваш замок мне не помешал бы хороший констебль спасибо мне кажется я создан для более важных дел до свидания хорошо милорд да зак был не очень доволен этому комментарию насчет того что ему потребовалось бы другой констебль да ладненько возвращаемся в замок ребят и общение с инспектором здесь все-таки весьма веселое ну что нам нужно выковырить вот этот красный камень который как известно называется рубин из браслета чтобы вделать его в тот самый ключ от замка на колонне давайте этим и займемся вполне успешно это получилось хотя из ювелирных украшений камни должно быть достать достаточно сложно в нормальном случае так ну и отдаем этой нашей вытеканщица рубинчик ну и очевидно теперь нужно переключиться на нее и в инвентаре скомбинировать ключи рубин и еще раз повторить операцию по вскрытию замка да идеально значит мы на верном пути и мы победим так применяем видите винтовую лестницу я не могу разглядеть как далеко вглубь она ведет но думаю на несколько этажей вниз по следам вы боитесь или вживаетесь в роль помещика замка правитель не должен умереть это ваши слова я всего лишь забочусь о безопасности какой элегантный джентльмен нашел отмазку мы уже в катакомбах выглядит как канализация наберитесь терпения это только начало отлично какая-то больно шикарная канализация-то ребят такие холлы бесконечные не хуже чем центральный холл замка по высоте потолков и по убранству всему не слишком ли шикарно для обыкновенной канализации а Дернт об этом не задумывался ну раз уж мы здесь давайте осматриваться сначала придется проделать эти действия одним персонажем а затем другим вот так вот нас тут решили помучить ну что наверное надо начать логично вот с этих самых странных символов каких-то на колоннах да и вот на полу вот здесь две штуки видите да бассейн вот это как это пугающе вообще какие-то странные стрёмные конструкции здесь непонятно зачем вот эти вот круги какие-то с водой что это все значит это странно как глифы оказались здесь на стенах средневекового английского замка дом в сочетании с амфорой это могло бы означать ложе в те времена амфоры были тем же что сегодня чем сегодня являются бочки так а здесь что у нас изображено но замок то вообще странный и непростой так что чему удивляться тем более не забывайте что мы ищем портал в ад так что никаких странных вещей быть не может все нормально ранний вариант факел и этот символ я никогда раньше не видела ну окей птица часто лицетворяет смерть человека и здесь еще есть глава вероятно умершего последняя колонна рыба это символ первого дня после новолуния вместе с рукой это не имеет значения возможно это не имеет смысла логичнее было бы перевести так а на полу что какая-то стрелка или что это дом в круге это для меня нового он мог бы олицетворять фамильную собственность или наследие так а здесь какая-то птица просто смерть без других глифов это дурной знак да смерть и всякие ловушки здесь я боюсь нас будут подстригать на каждом шагу ну что теперь дэрон должен взглянуть на все это здесь повсюду выгравлены иероглифы эти стены строили друиды возможно здесь изображены дом и кувшин здесь изображены виллы и цветок но да дэрон как бы более простыми словами все это описывает в отличие от валентина естественно которая слишком умная здесь вытечены птицы и голова на этой колонне рыба и рука я думаю это должно быть домом или хижине рельеф птицы так ну что осмотрено все осмотрен теперь непонятно только что с этим совсем делать есть соображение то вам что-нибудь говорят эти символы это символы похоже на глифы это древние письмена им больше шести тысяч лет я задаюсь вопросом глядя на эти стены вероятно один из моих предков находил такие вещи красивыми вам известно что они означают да приблизительно но не спрашивайте меня как они произносятся да нам-то это не столь важно главное понять что от нас тут требуется я не вижу дальнейшего выхода вы похоже что мы зашли в тупик это невозможно где-то должно быть продолжение может быть есть тайный ход это не было бы сюрпризом смотрите в оба куда тут смотреть то что это за бассейн такой страшный да уж здесь я сделаю джакузи вода стоит здесь довольно долго думает о остатке воды от тушения пожара во всяком случае это не сточные воды ну да больно чистая водичка то в канале что у нас сюда нужно что-то вроде бочки дождевая вода которая накапливается вокруг замка стекает сюда и здесь же гниет нет она тоже куда-то девается ну по идее рассчитан на то что она как бы постепенно уходит в землю или куда-то там не знаю не знаю как в замках была устроена система канализации я не спец по замкам давайте пока наведаемся еще в подвальчик прихватим какие-нибудь полезные девайсы ну что здесь все по-прежнему мы только не спускались ни разу вот туда вот вниз в эту страшную пугающую темноту давайте попробуем что-то с этим сделать поскольку у нас где-то был вот точно вот удлинитель мы его можем воткнуть где-нибудь здесь в розетку и сбросить вниз и возможно там будет что включить какую-нибудь свечку приспособлены для того чтобы спуститься по лестнице так как это сбросить вниз то ребят наверно так теперь у меня есть возможность подключить что-нибудь внизу отлично что в ведре ведро наполовину полно белой соли вероятно для посыпки улиц чем взял с собой соли что ли или зачем ему соль то возьму целую горсть соли если у меня будет время то обязательно помогу в бабушке на скользкой дороге да очень хорошая шутка тем более до зимы еще очень далеко текс зажигалка а вот точно у нас свечки есть под названием могильный свет да уж то что нужно прям поджигаем и спускаемся свет для мертвых надеюсь все таки не для нас поехали посмотрим что хранят эти подземелья таят точнее не хранят а таят в себе бочки удлинитель к чему его можно подключить к чему-нибудь темный угол а я могу так освещать о прожектор смотрите час подадим подсветку здесь конец удлинителя ну давай бери его а теперь идем так что ж такое то как его подсоединить сюда уберите инвентарь у меня с экрана я не могу вот облучать ну подключай к нему давай не могу никак попасть просто в нужное место ну что ж так долго то дэрэн энергии энергия да это то что было нам нужно да будет свет а вот вот же он подвал из первой части ребят вы его узнаете да из первой части черного зеркала я-то все говорил когда мы первый раз попали в ту локацию которая выше что это не похоже на тот самый подвал оказывается тут он двухуровневый по мнению разработчиков продолжения ну что ж это любопытная версия лужи на полу под лужами имеются стоки но канализация не справилась бы с таким объемом воды после пожаротушения вода больше не утечет да то есть и и кто-то должен вытереть так или иначе силовой кабель с потолка свешивается толстый капель почти над самой лужей воды грэг был прав здесь небезопасно смотрите я могу если бы я не был экс-студентом физикам я бы назвал такие действия самоубийством я не знаю зачем он кидает кабель в воду теперь конец кабеля находится прямо над водой но все-таки не в самой воде да значит мы что-то с этим сможем сделать давайте пройдем правее давайте пройдем правее да вот он тот самый колодец да прям узнаю первую часть все по канонам выполнено без претензий без претензий ребят все четко давайте на колодец это взглянем валентина вы меня слышите да отлично то есть вот то что свисал с потолка на так на в катакомбах это была вот эта цепь очень любопытно сейчас попробуем что-нибудь сделать что-нибудь поднять или что-нибудь опустить для такой цепи понадобятся огромные тяжелые ведра такс ну и не менее сложный механизм например вот этот вот насос я не думаю что насос всасывает металлические цепи да 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 он похоже водяной судя по подписи это должно быть водяной насос которым откачивали воду после пожара настоящее страшилище и древнее я удивляюсь что он еще работает ну да такое же древнее как сам замок действительно четко сделано справа двигатель слева помпового устройства опа связаны длинным валом может быть мы можем это как-то использовать какой-то провод еще торчит над бочками с вином проволочный канат твердо обмотан вокруг трупа я думаю это послужит заземлением для водяного насоса так только не говорите что мы сейчас будем подключать этот водяной насос проводя электричество по луже это будет весьма комичный на мой взгляд по крайней мере давайте давайте привяжем этот провод к насосу я поместил кабель в зажим насоса да какие-то страшные манипуляции электрические проводим далее давайте всякий цепь попробуем наверное вот к этому валу как раз привязать я думаю так должно получиться я думаю так должно получиться если я намотаю цепь вокруг приводного вала я мог бы использовать водяной насос как лебедку именно это нам и нужно надеюсь двигатель это выдержит теперь вот этот вот видите проводок здесь питающие у него снизу похоже оборванный как обычно я думаю что это источник питания для водяного насоса но у меня не хватает штекера у него только один полюс это значит он работает на постоянном токе в таком случае эти трубы должны быть не для заземления а вероятно вторым контактом или еще что-то ладно сейчас я не буду вам наверное пояснять все эти электрические фишки причем тоже которые не очень понятно в этой игре обоснованы давайте вот этот провод накинем на металлическую решетку она в любом случае точно проводит электричество поскольку металлическая сама по себе теперь электрический кабель лежит в воде и уходит сквозь решетку ну что ж а как известно электропроводность воды зависит от количества примесей в этой воде а организовать большое количество примесей мы можем с помощью соли давайте так и сделаем я все-таки оказался прав мы действительно будем передавать электричество по воде ну хорошо хоть не нужно беспроводное беспроводную передачу энергии организовывать лужи и так прекрасно засолены ну что давайте заценим запустится ли наш девайс или нет управляющие элементы так можно включать и выключать насос можно даже устанавливать скорость и направление так что теоретически я мог бы затопить подвал быстро или медленно нам не нужно затапливать мы же его не используем как водяной насос что ты огородишь то так не получится что-то сразу не срабатывает может еще какая кнопка где есть что это за бассейн там здесь стоят две здоровые со стороны с водой вероятно относятся к тем временам когда еще не было водопровода да водопровод достаточно новое благо цивилизации моя импровизированная лебедка могу собой гордиться так только бы она еще заработала бы а желательно а то что-то похоже ничего не происходит не знаю для чего эти трубы мне кажется для отопления или источных вод ну так или иначе они нам служат заземлением хм ну странно я вот вроде проверяю все активные точки вроде я все сделал правильно и все должно работать же ведь так давайте проверим может я здесь что еще упустил или мне нужно переключиться на Валентину и с помощью нее еще что-то сделать я не исключаю такой возможности а вообще вот здесь еще какой-то рычаг вот есть слева от колодца видите я его сразу не приметил возможно стоит его дернуть я думаю что это главное выключатель для тока в подвале кому нужна предохранителька это есть здоровый рычаг ток есть я должен быть аккуратным когда ступаю и к чему прикасаюсь ну да естественно символом высокого напряжения всегда служит гудение я вот единственное что переживаю не рановато ли я соль это в лужу добавил меня сейчас не каратнет самого ну давайте резко им ребят а нет смотрите не каратнуло то я уж испугался что мы можем так глупо погибнуть ну давайте включаем наш девайс теперь должно получиться что-то такое поднимается какая-то клетка или что-то такое я не могу дальше наматывать цепь что-то застряло что вы делали в это время я восхищена да мы весьма изобретательны привыкай давайте на валентину переключимся воспользуемся вот этим тросом который у нее в инвентаре есть привяжем его к колодцу благо у него тут такие прекрасные колонны я креплю канад здесь наверху чтобы он не свалился вниз в другой конец я брошу в колодец такс теперь спускаемся в катакомбы в колодце висит веревка о я отправился сюда и Эдрин составил нам компанию а я думал что я выдернул ее наверх не очень успел прочитать правду что Эдрин имел в виду давайте будем думать что нам с этим делать давайте переключимся на Эдрин и попробуем проделать что-нибудь с этой клеткой какого черта эта клетка делать посреди катакомб если я дерну канат сверху должно быть видно это так ну давай попробуем там дверь то в нее вообще открывается вполне вполне рабочее все приятно думать здесь я мог бы запереть запереть непрошенных гостей я бы на их месте взял номер в отеле но отель то имеет не менее веселой репутации не более веселой репутации точнее чем наш замок как вы думаете для чего эта клетка мне кажется не совсем клетка в привычном ее понимании почему прекрасный инструмент для пыток особенно с водой а вот что по вашему как она должна использоваться не забывайте я одержим 800 летним тираном очень смешно да что вы планируете сделать с канатом я бросила канат в колодец так мы сможем сообщаться в свою очередь буду управлять лебедкой хорошая идея нам как я понимаю так или иначе нужно попасть туда вниз но там вода я не понимаю как мы там будем существовать то внутри заходим эдрина в клетку все теперь он там внутри а валентину направляем в подвал наверх эдрин как вы там извините но вы ошиблись колодцем все отлично валентина на месте теперь давайте переключаться на дэрена дергаем за канат и очевидно мы сейчас нырнем очень глубоко но надеюсь что мы выживем окей хорошо задержите дыхание и опускаемся так что то такое перед нами каменное кликаем на символ кувшина кликаем на символ кувшина ой тут еще куча каких то этих каменных кругов очевидно нам нужно везде нажать правильные сегменты с рыбой здесь здесь выбираем значок руки смотрим далее здесь какой то непонятный символ сверху наверное не знаю не знаю ребят что это такое наверное птицы или что что то непонятно в общем здесь вот голову выбираем смотрим далее как же ударено на все это хватает дыхание трезубец нептуна здесь выбираем изображение чего цветка и похоже получилось воу вот это прокатились так прокатились это было опасно лучше мне оставаться здесь эдриан эдриан с вами все в порядке да все отлично со мной ничего не случилось я чуть было в штаны не наложил ох какая она ловкачка то а по цепи спустилась я честно говоря тоже слегка испугался когда произошло это падение это так вау я никогда не видела ничего подобного разве это не прекрасно я рад что вам понравился мой скромный винный погреб да шутка просто на миллион прям наш герой петросян какой-то ну помещение действительно просто фантастическое мне кажется что этот замок под землю он уходит гораздо глубже и более распространен под землю чем снаружи снаружи это лишь вершина айсберга ну что ж похоже это какой-то очередной вход очередной замок я не знаю очередная заглушка перед дальнейшим путешествием мне кажется это еще на само черное зеркало не похоже ну или по крайней мере нам нужно что-то проделать чтобы его открыть так что ребят подписывайтесь обязательно на канал поскольку я это буду делать в следующий раз обязательно смотрите следующие части чтобы не пропустить развязку этой истории ставьте лайк под видео комментируйте если хотите не забудьте про группы вконтакте фейсбуке ссылочки как всегда в описании под видео спасибо вам большое за внимание за просмотр до свидания субтитры создавал DimaTorzok до свидания до свидания